Здравствуйте, сейчас мы расскажем вам, как погружается и всплывает подводная лодка, и как с этим связан картезианский водолаз. Для начала предлагаю собрать картезианского водолаза и разобраться в его работе. Для того, чтобы сделать картезианского водолаза, нам понадобятся следующие материалы. Пипетка обычная или колпачок от ручки, немного пластилина, пластиковая бутылка с крышкой, вода, глубокий стакан или другая ёмкость. Роль нашего водолаза будет выполнять пипетка, а сосудом послужда обыкновенная пластиковая бутылка. Инструкция для подготовки водолаза поплавка очень проста. Наполнен глубокий стакан водой, возьмем пипетку, наберем в неё немного воды и опустим пипетку в стакан с водой. Если воды набралось достаточно, то наш водолаз будет держаться в вертикальном воде, как поплавок. Итак, наш водолаз готов. Сейчас вам предлагаю ответить на один небольшой вопрос. Не открывая крышки и не переворачивая бутылку, сделайте так, чтобы водолаз погружался до дна и всплывал. Сейчас на экране вы видите варианты ответов. Итак, правильный ответ. Нажмите на боковые стенки бутылки. Пипетка пойдёт на дно бутылки. Ослабьте давление пальцев или ладони, она снова всплывёт. Можно регулируя силу нажать на бутылку, заставить пипетку зависнуть на одном уровне. Почему так происходит? Всё очень просто. Дело в том, что мы, сжимая бутылку, передаём это давление в воде. Давление в жидкости передаётся во все стороны одинаково, то есть не только в направлении сжатия, но и вверх тоже. Поэтому вода снаружи вдавливается в пипетку. Пипетка стала тяжелее и утонула. При прекращении давления сжатый воздух внутри пипетки удалил лишнюю воду. Наш водолаз стал легче и всплыл. Когда пипетка находится на дне бутылки, легко проследить, как от усилия нажима на бутылку вода входит в пипетку, а при ослаблении нажима выходит из неё. Наполним бутылку водой, оставив 2-3 мм до края горлышка. Возьмём пипетку, наберём в неё немного воды и опустим в горлышко бутылки. Она должна своим верхним резиновым концом быть на уровне или чуть выше уровня воды в бутылке. Теперь приложим большой палец или мягкую часть ладони к горлышку бутылки так, чтобы закрыть его отверстие. Нажмём на слой воздуха, который находится над водой. Пипетка пойдёт на дно бутылки. Ослабим давление пальца или ладони, она снова всплывёт. Этот прибор можно усовершенствовать, натянув над горлышком бутылки кусочки велосипедной камеры или плёнки воздушного жарка. Тогда легче будет управлять нашим водолазом. Так опускается и всплывает подводная лодка. Подводные лодки безо всякого труда плавают по водной поверхности. Но в отличие от всех остальных кораблей могут опускаться на дно океана и в некоторых случаях месяцами плавать в его глубинах. Подводная лодка имеет двухконторную конструкцию. Между её внешним и внутренним корпусами находятся специальные отделения – балашные цистерны, которые могут заполняться водой. Для того, чтобы лодка начала погружаться, цистерны заполняются водой. Чтобы потом всплыть, лодке надо стать легче. Для всплытия вода вытесняется из цистерн сжатым воздухом. Итак, между подводной лодкой и картезианским водолазом есть следующее совпадение. Первое. У каждого из предметов есть отсек с воздухом. У подводной лодки это балластные цистерны, а у картезианского водолаза – верхняя часть пипетки. Второе. Глубину погружения может регулировать человек. Третье. Подводная лодка и картезианский водолаз, наполняясь водой, опускаются. Заключительное совпадение – на глубине вода вытесняется сжатым воздухом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова